Всем привет-привет! Сегодня мы с вами приготовим вкусную и полезную смесь. Смесь меда с лимоном и смесь меда с лимоном и имбирем. Зимой всегда делаю это средство. Это вкусное лекарство. Так еще мы его называем. Лимон и мед это настоящие чемпионы по части целебных качеств. Можно принимать в целях профилактики при первых симптомах простуды, а также защищает организм от вирусных и инфекционных заболеваний. А вот лимон с медом и имбирем для укрепления иммунитета. Давайте приготовим вместе вкусное лекарство. Так как мы будем готовить две смеси, для первой смеси нам понадобятся лимоны, мед и имбирь. Для второй смеси лимоны и мед. Лимоны я предварительно хорошо вымыла, вытерла. Имбиря нам понадобится очищенного 100 грамм. Очень хорошо имбирь чистить ложкой. Имбирь нарезаем на небольшие кусочки. Лимоны используем с кожурой. В них также содержатся полезные вещества. Разрезаю лимоны и удаляю косточки. И нарезаю на небольшие куски. В самом начале я показала вам, что разделывала лимоны на досточки. Желательно их разделывать на тарелки. Иначе весь сок вытекает, а так все будет в тарелке весь сок. Лучше разрезать над тарелкой. Видите, какие они сочные. Очищенного 100 грамм имбиря. 400 грамм нарезанных лимонов. Можно пропустить через мясорубку. А можно измельчить чаши блендера. Я буду измельчать в блендере. Вначале высыплю имбирь. Измельчу. Вот до такого состояния я его измельчила. Но он немного суховатый имбирь. Я сейчас добавлю немного лимона. И продолжу. Измельчать в кашицу. Вот так я измельчила в кашицу. Очень мелко. Здесь у меня 250 грамм меда. Отправляю все. Добавляю оставшиеся лимоны. И измельчаю в кашицу. Вот так измельчились лимоны в кашицу. Все отправляю к меду. Все хорошо перемешиваю. И переливаем в банку. Банки я предварительно хорошо вымыла. Просушила. Чтоб не было в них воды. Следующая смесь 500 грамм лимона пропускаю через блендер. Или же через мясорубку. Перемалываем в кашицу. Вот так перемолола лимон в кашицу. Мелко-мелко. Здесь у меня 250 грамм меда. Отправляю перемолотый лимон. И перемалываю оставшийся лимон. Отправляю перемолотый оставшийся лимон. Все перемешиваю. И переливаю в чистую сухую банку. Я вам сегодня предложила два варианта вкусного лекарства. Вы можете не готовить сразу же две баночки. Приготовить одну баночку. Скушать. Сделать перерыв две недели. И потом приготовить второй вариант. Закрываем крышками. Храним в холодильнике. Даем настояться три дня. Мы кушаем вкусное лекарство. По одной столовой ложке. Запиваем водой. Температура воды не слишком горячая. Но и не прохладная. Или же можно запивать травяным чаем. Температура чая не слишком горячая. Но и не прохладная. Готовьте и будьте здоровы. Всего вам хорошего. Заходите в гости еще. Пока-пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok